всем большой привет всем здравствуйте спасибо большое что зашли на это видео приглашаю вас на обзор очень эксцентричный очень красивый и в то же время мультифункциональной палетки от бренда giorgio armani которая вышла совершенно недавно вот так вот выглядит этот футляр я когда увидела его на сайте не смогла пройти мимо и сразу же заказала потому что мне эта палетка показалась очень необычной не совсем стандартной для моей коллекции ну и также конечно же привлекли некоторые детали поэтому сегодня я хочу поделиться с вами своим мнением про все что я думаю про эту палетку также вы увидите макияжа свочи ну и конечно же если вам это интересно то оставайтесь со мной и так давайте немножко поговорим про палетку я так поняла что эта палетка эксклюзивно для английского сайта selfridges я ее заказывала оттуда но совершенно недавно увидела что на американском сайте я обязательно оставлю все ссылки которые только могу эта палетка уже есть в предзаказе то есть она видимо скоро тоже появится и на американских сайтах и по некоторым комментариям в интернете я сделала вывод что вроде как палетку они собираются на selfridges также вернуть и так данная палетка называется эсцентрико это палетка из серии ice to kill от джорджу армани я так поняла что уже каждый год выходит подобного рода вот какие-то такие палетки но именно в этом году мне почему-то показалось что она выглядит очень интересной плюс меня заинтересовало также то что палетка нереально многофункционально поэтому я побежала сломя голову ее покупать также еще наверное сыграла ту роль что я очень хотела всегда попробовать тени от armani в связи с введением моего канала я часто покупаю бренды которые никогда раньше до этого не брала но только потому что хочу распробовать какую-то формулу испробовать тени про в общем набраться косметического опыта давайте поговорим наверное про самого оформления мне палетка дошла буквально за пару дней я только и успела заказать они буквально наверное через часов 12 и и уже мне выслали и как я говорила у меня нет проблем с доставкой из англии поэтому посылка пришла моментально я помимо палетки заказала еще два косметических продукта и все пришло мне вот в таком нереально красивым холщовом мешочке очень приятно что они в него положили все мои косметические покупки я очень люблю вот эти вот мешки я их часто использую я с ними езжу во все поездки я туда кладу свое белье и поэтому очень уважаю и вот такие вещи мне действительно в хозяйстве очень нужны сама палетка конечно же просто доставила максимум удовольствия ощутила все новогодние праздники и да эта палетка уже выпущена к новогодним праздникам и поэтому вся ее упаковка вся атмосфера максимально мне кажется передает уже этот прекрасный период времени так что да она приехала вот в такой вот нереально красивой упаковки это лаковая красная упаковка очень плотная очень качественно сделанная красиво все выглядит вы просто открываете как будто бы подарок мне очень понравилось что здесь все расписано описано также детали палетки про тени есть вот эти фотографии и само представление всего этого конечно же невероятно красиво когда вы открываете в такой мягкий поролон утоплена сама палетка и я хочу сказать что я была крайне поражена тем насколько она огромная я решила принести еще одну палетку это sunrise от наташа динона вам для сравнения посмотрите они практически одинаково выглядят но может быть армане чуть меньше но все равно она очень очень вместительная она реально достаточно большая это конечно да вот нельзя не заметить то есть они практически одинаковые по размеру и этот футляр невероятно смотрится по-рождественски он достаточно люксовый и выглядящий так достойно скажем так но это все пластик это пластик и в принципе сама палетка не очень-то много весит она достаточно легкая но как по мне это не минус ее и так здесь очень тяжело открывается вот это вот механизм здесь защелка такая достаточно тугая и что из плюсов сразу еще хочу сказать зеркало огромное раскрывается вот так то есть вы можете абсолютно спокойно его откинуть я обожаю когда именно в таком варианте открываются зеркала но и наша красавица соответственно выглядит в реальности вот таким вот образом здесь к сожалению уже немного нарушена вся ее картинка потому что я использовала эту палетку несколько раз ее тестировала несколько дней для того чтобы понять что она из себя представляет и на сайте джорджио описывает нам что это мультифункциональная палетка теней для глаз но и также ее можно использовать как палетку хайлайтеров или палетку румян я когда это все прочитала подумала что невероятно интересно очень здорово это все описано здесь конечно же есть очень много противников данного вида теней потому что они все не имеют между собой вот этих границ то есть все тени заполнены в одном рефиле и я понимаю опасения всех кто это подметил что возможно будет очень тяжело пользоваться этими темнями особенно тогда когда они возможно будут заканчиваться ну я вот сегодня также расскажу поделюсь своим мнением об этом все это универсальная палетка содержит в себе 10 оттенков в сияющей и мерцающей формуле она невероятно красиво выглядит вот в этой в своей форме это какое-то просто фантастическое тиснение в невероятно красивых лавандово розово золотых оттенках и я когда впервые увидела ее я подумала боже что это за хризантемы мне однозначно казалось что это какие-то цветы или листья цветов но при ближайшем рассмотрении я поняла что в палетке изображен горный хрусталь да я очень долго соображала что это такое и даже полезла почитать про горный хрусталь то есть именно вот так как я понимаю выглядит кристаллический кварц на самом деле в природе когда его добывают и я удивилась тому что оказывается горный хрусталь существует в розово-сиренево-золотистых оттенках то есть там действительно есть такие переходы я пыталась найти некоторую информацию на сайте у армании вообще в принципе в интернете пыталась искать что может быть да было было какое-то вдохновение почему именно горный хрусталь почему именно эта порода использовалась в создании этой палетки но к сожалению я не смогла ничего толкового найти то есть практически не было никакой информации и когда я купила только эту палетку можно было видеть что на ней было такое как бы напыление очень красивый такой мелкой слюды прямо такого мелкого шиммера практически как у шарлотт тилбори или вот у виктории бэкхэм есть в однушках такой как будто бы мелкая крошка кристаллов очень невероятно все это смотрелось и мне казалось что эти тени будут содержать в себе именно вот этот блеск но не тут то было мое удивление быстро прошло потому что когда я стала пользоваться этой палеткой я поняла что это всего лишь напыление она быстро стерлась и все тени это достаточно такие интересные сияющие оттенки ну давайте немножко уже поподробнее наверное поговорим про и сами тени данная палетка содержит в себе 28 грамм продукта это очень очень прилично и ее стоимость 99 фунтов или сто тридцать шесть по моему долларов по нынешнему курсу как то так я переводила короче говоря я посчитала что один грамм продукта стоит приблизительно 4 доллара восемьдесят восемь центов что является для меня в принципе как мне кажется нормальной ценой учитывая то что когда я делала пересчет палетки pet маград ее стоимость за грамм была куда выше то есть по моему где-то 10 долларов так что здесь в принципе учитывая то что палетка скажем так дорогая но ее функционал за эти деньги на мой взгляд вполне окупается я на сайте прочитала что здесь существует 10 цветов я просто пыталась наверно два дня найти 10 оттенок то есть я здесь видела однозначно только 9 и потом да я нашла некоторые отличия как вы поняли здесь было такое напыление вот этих мелких кристаллов к сожалению она очень быстро испарилась и я покажу вблизи можно будет видеть что уже практически не осталось допустим вот здесь на лепестках ничего я стерла и на золотишке так что к сожалению да вот быстро уходит напыление и вот это такой минус момент для меня два оттенка которые содержат в себе очень тонны прямо мелкого глиттера очень красивого голограммного переливающегося очень красиво мерцают у вас на веках и такие как бы оттенки хайлайтера на мой взгляд это вот эти два внизу вот здесь такая как порода вот это вот диоксид кремния в общем они выглядят очень красиво у вас на глазах это такой вот как жемчужный перелив с большим количеством именно голограммных микро микро блесточек нереально круто смотрится на солнце очень красиво подчеркивает и хайлайтер ваш и в принципе я использовала во внутренний уголок глаза и на бровь то есть действительно такие как немножко топерные оттенки остальные все оттенки в принципе плюс минус одинаковые могу выделить наверное буквально только вот этот вот оттенок бежевый шампанского в этом верхнем ряду и мне кажется золотой они имеют одинаковую структуру это чуть более сияющие оттенки чуть более шиммерные чем все остальные и очень тоже симпатично смотрятся все остальные оттенки это в принципе я скажу одна и та же такая формула очень дорогого и качественного сатина но этот сатин имеет очень деликатный шиммер который подчеркивает мне кажется красоту глаз он как-то выигрышно смотрится на веки заблюривает как будто бы ваши морщинки на веках в общем я просто поразилась и удивилась насколько это качественно тушуется насколько это красиво смотрится и я скажу что мне очень понравился этот эффект хотя я боялась использовать такие шиммерные скажем так тени в складке века но вы увидите в макияжах что по моему все выглядит достаточно носибельно эти тени не имеют интенсивной пигментации они очень такие похожи больше на тени из серии азиатского рынка как на мой взгляд очень носибельные но в то же время достаточно яркие для того чтобы не совсем потеряться у вас на глазах то есть они не полупрозрачные они имеют цвет но все очень в меру то есть мне кажется что это идеально для тех кто не любит формулу наташа динона или pet magrat вот такое вот именно качество и интенсивность теней возможно вам придется по нраву но мне кажется я уже много наговорила про эту палетку давайте наверное покажу вам макияжи и уже вернусь с окончательными выводами к вам по этой палетке и расскажу также что я думаю по ее использованию этот макияж хочу сделать чуть более повседневным не будет наверное никакой там великой техники ну просто вот хочу быстро попробовать нанести такой как вот обычный как делают ежедневный образ и так я беру как обычно вот эту базу от пилу из уже нанесла в оттенке 02 rumor и дальше использую кисточку worker pro от sony g и буду наносить оттенок попробую вот этот вот шиммерный нанести под брови с меню репертуарчик и во внутренний угол глаза пока эта кисточка будет со светлым оттенком нанесу вот этот вот какой-нибудь один из двух более мерцающих на внутреннюю часть глаза далее я думаю немного понаслаивать оттенки попробовать и беру вот эту блендер про моя любимая от sony g набираю оттенок вот этот по середине вы видите он в принципе ну во все части лезет я скажу что не задевает какие-то рефилы конечно иногда вот что-то тут как будто бы отлетает вот эти вот крошки но это все очень быстро стряхивается и я начинаю складку века прорабатывать этим оттенком ну вот все максимально быстро нанеслось и растушевалась далее я буду брать один из темных оттенков вот этот вот красненький симпатичный сатин его буду наносить дальше продолжают затемняться эту складочку и у меня кисточка уже с козочкой это просто какая-то типа не знают костал сенс но обычная растушевочная так ну что мне кажется хорошо все растушевалась и я продолжаю с этой же кисточкой ничего не меняю набираю теперь вот этот вот малиновый фукси оттенок такой даже не знаю наверное да мадженто они его написали как и буду затемнять вот этот внешний уголок я надеюсь было видно что все хорошо растушевалась я минимально вижу здесь какие-то осыпания очень-очень совсем чуть-чуть мне кажется на кисточка просто более жесткая и сейчас я продолжу с центральным веком хочу попробовать нанести какой-нибудь из этих сиренево-лиловых оттенков я думаю что я возьму более темную версию сюда на центр сейчас попробую нанести посмотрим как это будет смотреться все очень деликатно очень полупрозрачно я не надеюсь что будет что-то вообще заметно там и ближе на внутреннюю часть века я нанесу вот этот более светленький вот этот оттенок сиреневого кажется тени полупрозрачные вообще такие наверное еле заметные я думаю на глазах и я продолжу конечно же с нижней частью для этого беру вот такую плоскую кисточку для теней от костал сенс и нанесу светло-розовый оттенок наверное на все вот это вот нижняя века так я думаю чтобы розовый слишком близко не был к краю вот внутреннему глаза чуть-чуть золотишко сюда добавлю вот этого вот буквально капельку ну что вот как то так у меня получается теперь я хочу взять вот такой вот оттенок от little cosmetics это у меня а лайнер и и оттенок здесь называется фейс это очень красивый такой бургундии я думаю им нарисовать себе стрелочку в этот раз накрашу потом ресницы и уже вернусь к вам чтобы показать как сделаю румяна и хайлайтер ну что я закончила с глазами и сейчас продолжим с румянами я беру вот такой вот кисточку для румян это у меня хоку ходу и с 110 вот так вот называется эта кисть думаю взять что-нибудь вот из этой части что-то такое поярче просто попробую сейчас вот смешать и при вас посмотрим какой оттенок румян получается у меня таким образом ну что-то такое розовое очень интересно коралловая я надеюсь будет заметно это очень натуральный цвет очень естественное подсвечивание практически незаметно деликатно еще раз набираю теперь на эту щеку мне кажется очень хорошо смотрится я надеюсь что это дело все передается да очень естественно очень очень полупрозрачно немножко заметны конечно мои вот эти поры но мне кажется не так все страшно как это может быть вот я надеюсь что будет виден сам этот цвет до камера наверно съедает но выглядит нереально повседневно я так скажу и теперь закончим хайлайтером вместо к кисточку как в виде факела наверное не знаю как на ее назвать это у меня sigma tapered хайлайтер f35 мне кажется она есть на сайте и я попробую вот сюда поелозить в эти белые оттенки что-то набирается и буду наносить однозначно это очень много микро блесток просто да достаточно симпатично выглядит но практически незаметно то есть это очень повседневный реально такой хайлайтер который в офис на она идеально подойдет я надеюсь что там будет видно эти переливы но в принципе очень даже неплохо я немножко меньше сделала свет потому что мне кажется тогда в таком варианте чуть лучше передается цветопередача самих теней вы можете видеть эти оттенки но в принципе да хайлайтер просто куча куча разных блесточек все очень блестит но практически незаметно мне кажется на лице румяна тоже я очень надеюсь вам это теперь понятно итак база от пилу из в нейтральном оттенке 02 rumor я уже нанесла и начинаю свой макияж беру вот эту вот кисточку от соня g это воркер про у меня буду наносить самый светлый оттенок естественно под бровь для этого я хочу взять вот эти вот какой-нибудь из этих двух очень шиммерных симпатичных мне кажется они максимально хорошо там смотрится далее вход идет вот такая вот кисточка из козы у меня этот оттенок уже был я делала этот макияж как-то и я растушевочным оттенком буду набирать вот этот красивенный лососевый цвет по серединке и им буду простраивать складку века далее беру кисточку билдер про от соня g и буду делать такой типа как hello ай простраивать но хочу задействовать два самых ярких цветов палетки и я думаю вот этот вот оттенок фукси нанести на внутреннюю часть своего века вот сюда вытирают уже кисточку билдер про и теперь наношу вот этот красный красивый оттенок внизу вот этот вот на внешнюю часть века точно также так я надеюсь будет заметно на камере что тени вообще очень хорошо втушевались друг в друга мне очень нравится этот эффект и далее я продолжу наверно с центром века нанесу на вот такую вот плоскую кисточку это у меня какая-то от костал сенс золотой оттенок прямо на серединку века и далее на вот такую вот маленькую плоскую кисточку я нанесу оттенок розовый золотисто-розовый из палетки на самые краешки для того чтобы сгладить тоже этот переход еще раз уже на палец немного возьму золотого оттенка и добавлю по центру чтобы точно уже так соединить все тени вместе на нижнюю часть века опять на эту тонкую кисточку я добавлю немного малинового вот этого вот оттенка еще с краешку теперь на вот такую вот кисточку для теней набираю золотистый оттенок и буду его наносить ближе к внутреннему уголку глаза и на кисточку builder pro от sony g я хочу нанести вот этот самый красивый растушевочный оттенок центральный и его я буду наносить вот сюда вниз чтобы сгладить границы малинового и для высветления внутреннего уголка глаза вот это вот кисточка у меня от sony g worker pro и все тот же светлый оттенок внизу и буду его наносить прямо во внутренний уголок так не стесняюсь это очень красивый кстати оттенок теперь я хочу сделать стрелочку синим лайнером у меня вот такой вот от кика это коллекция wonder woman в темно-синим оттенке накрашу ресницы и тогда уже вернусь к вам и а и и и и и и и итак в этом макияже я буду задействовать подложку и нанесла уже базу под тени от пилу из во втором оттенке сейчас наверное хочу продолжить с подложкой я пробовала несколько вариантов коричневую черную и бордовую и честно говоря не совсем всем не понравились но вот этот вот вариант с такой вот именно подложкой в клюквенно-красном цвете это у меня нарс в оттенке продвей очень симпатичный такой цвет я буду его наносить на все подвижное веко и немножко потом подтушевывать так что хочу показать вам как эти тени работают вместе вот конкретно с этим карандашом все остальные повторюсь мне не понравилось они как-то вообще не коррелировались они очень выбивались и подложка была видна вот только нарс собственно мне и понравился так ну вот такой вариант у меня получился теперь беру такую плоскую кисточку это у меня от костал сенс и хочу нанести вот этот красный оттенок буду наносить его на подвижную часть вот практически везде ближе к ресницам покажу как он здесь смотрится высоко его не подымаю потому что планирую туда нанести фуксию теперь беру кисточку builder pro от sony g и буду наносить самый малиновый вот этот вот фуксии оттенок такой ворвеглазный прямо вот на внутреннюю часть туда в мою складку чуть выше этого красного делаю типа такие как смоки не смоки я даже не знаю ну что вот такой вот цвет мне удалось достичь пока здесь сейчас и я продолжаю с растушевочной кисточкой набираю вот этот лососёвый оттенок персиковый посередине и дальше продолжаю свою тушевку нижнюю часть века я хочу проработать вот этим карандашом это у меня от марк джейкобс из линейки вот это экстраваганза где такая красивая была палетка он называется пьютер please и я думаю им просто немножко затемнить нижнюю часть века не знаю что у меня здесь получится сейчас мы посмотрим так как то так непонятно пока вышло я наверное немножко добавлю вот этого лилового такого и теперь на вот такую маленькую тоненькую кисточку от костал сент я набираю вот эти два самых шиммерных топерных оттенка очень красивые такие как кристаллики их я чуть-чуть буквально нанесу вот сюда под бровь и также хочу добавить на внутреннюю часть века и была у меня идея немножко зайти даже на сам вот этот вот красный ну что как-то так я решила сделать я честно говорят не знаю посмотрим сейчас я накрашу я думаю черным стрелку накрашу ресницы и уже вернусь к вам что давайте поговорим по моим выводам по этой палетке я выписала себе даже несколько пунктов потому что действительно очень сложно было определиться какой категории относиться за или против но я решила сделать такую как бы подборку конечно же каждый должен решать сам что он считает нужна ли ему в коллекции эта палетка можно ли обойтись без нее поэтому давайте начнем наверное с минусов по палетке однозначно минус номер один это будет ее нереальная стоимость до 99 фунтов это очень дорого конечно же для палетки но мне кажется что косметика у валентина что косметика у армия все это имеет соответственно также и армании вот такую стоимость и кто готов за это платить наверное с этим минусом может посчитаться а второй минус я знаю и я читала про это что это не универсальная какая-то цветовая гамма что это очень избитые вот эти вот розово-сиренево-лиловые оттенки которые всем уже надоели порядком каждый сам решает но я как любитель вот таких вот цветов почему-то не смогла устоять но тут наверное несколько факторов сыграла почему эту палетку взяла но однозначно для кого-то цветовая гамма не является революционной и поэтому да может быть стоит задуматься брать ли вам такую палетку далее это конечно же третий минус возможно это доступность палетка уже распродана на сайте selfridges мы не знаем когда она вернется в наличие и я очень надеюсь что вроде как да они обещали и все что они выполнят это обещание также я не знаю будет ли доступна эта палетка в корнерах армании просто физически каких-то магазинах поэтому да вот доступность на мой взгляд тоже один из таких минусов хороших ну и наверное последний четвертый пункт это будет большой наверное для кого-то минус отсутствие полноценных рефилов да здесь идут только два больших рефила как будто бы хайлайтера и теней или румян и теней и в них нет никаких разделительных моментов и я конечно же тоже могу понять эту категорию людей которые не любят или боятся елозить кисточкой задевать соседние рефилы и собственно так набирать вот эти вот тени но в защиту этой палетки хочу сказать что у our glass выходило по моему несколько палеток такого формата где тени были как будто бы наполнены в один рефил вот тут у меня есть victoria backham это тоже premium люкс скажем так тени по моему никто не жаловался что эти тени тоже возможно будет сложно набирать здесь еще сложнее работать с ними так как это темные тени со светлыми я как project pen щек говорю что будет гораздо легче вот с такими темными оттенками однозначно возможны варианты что вы куда-то можете заехать не в тот рефил и набрать кисточкой неудачно этот оттенок у хиндаш кстати также такая система была и я вот хотела взять его палетку но именно из-за вот этих вот градиентных переливов мне кажется я в итоге не взяла ее так что это такой минус конечно может быть для кого-то очень важный кто не хочет как-то более аккуратничать с этой палеткой точечно наносить какие-то более яркие оттенки и я просто его вот скажем так озвучиваю мы давайте поговорим по плюсам которые в по крайней мере для меня являются за покупки этой палетки номер один для меня однозначно это многофункциональность для меня это просто большой плюс я обожаю многофункциональные палетки я здесь вижу не только тени но и румяна хайлайтер меня не смущает вот это вот точечное нанесение хайлайтера я вроде как представляю что даже если вы заденете в какой-то из этих более темных рефилов ничего страшного не случится потому что тени не настолько интенсивные и яркие это очень удобная палетка для путешествий это еще один плюс на мой взгляд вы можете взять только ее и у вас будут абсолютно спокойно и тени и румяна и хайлайтер и все в одном и мне кажется заканчивать эту палетку будет очень легко потому что вы просто можете остатками все что здесь останется работать как бы более пушистой кисточкой набирать более как-то наверное по всему периметру рефила и наносить на лицо я думаю что это должно работать то есть вот этот момент меня не пугает следующее это мне кажется из плюсов еще очень ежедневная гамма на мой взгляд она однозначно нацелена на азиатский рынок я абсолютно точно вижу что в японии эта палетка будет очень популярна вся азиатская косметика имеет вот такую вот под собой основу полу акварельные тени легкость нанесения легкость тушевки и вот какие-то такие малиново ягодные розовые цвета мне кажется они это очень любят и я однозначно вижу что эта палетка будет на том рынке иметь успех но также я считаю и для нас эта палетка тоже хороша потому что это очень простая повседневная гамма для тех кто любит розовый для тех кто любит немножко такое чуть более что-то посвежее для голубых глаз однозначно подойдет даже и для карих и для зеленых мне кажется это будет действительно необычно и очень натурально следующий большой для меня плюс это конечно же простота в использовании этой палетки здесь очень легко тушуются тени они сочетаются прекрасно между собой они хорошо между собой работают мне очень нравится как это выглядит я не знаю я очень рада что они так между собой с легкостью вообще сработались я вижу однозначно еще из плюсов эту палетку для возрастного века мне кажется именно те у кого проблемы возможно с морщинками на веке или вот нависшая века как у меня я очень переживала что вот эти сатины будут как-то странно на мне смотреться но они вообще не портят мне кажется образ они как-то выигрышно все подчеркивают они действительно разглаживают ваши веки то есть эту формулу я наверно могу сравнить мне кажется с формулой tom ford вот если вы любите тома мне кажется вам однозначно armani очень даже приглянется но в плане тушевки мне кажется эти тени сравнимы с тенями виктории бекхам но вот по такому вот сатиновому такому лоску финишу это однозначно конечно будет том еще несравнимый плюс для меня это легкость упаковки да она пластмассовая но она конечно такая достаточно легкая но для меня это плюс как любители попутешествовать здесь есть еще вот это вот откидное зеркало огроменное тоже для меня огромный плюс в него удобно краситься но полностью раскрывается и до палетка действительно очень универсально в этом ключе я еще кстати пыталась найти какие-то аналоги у себя в коллекции подумала может быть я слишком как-то неправильно ее купила что у меня есть подобного рода тени конечно у меня есть какие-то малиновые розовые но ближайшим аналогом мне кажется я обнаружила вот эту вот пятерку от dior это по моему выпущена была в 2019 году если я не ошибаюсь весна пятерка посвященная гинкоби лоба вот так вот она выглядит я ее заказывала из японии прямиком тоже мало ей пользовалась но посмотрите здесь практически похожие оттенки но абсолютно точно они разные у armani это более такие скажем так на мой взгляд выигрышные выглядящие малиновые они не такие неоновые вот этот розовый в палетке у dior чуть более неоново выглядит на глазах и остальные лавандовый и розовый тоже лучше смотрится у armani так что у dior конечно немножко эта гамма проигрывает хоть она тоже моя палетка одна из любимых но по качеству однозначно я могу посоветовать взять armani потому что мне больше это понравилось чем тени у dior но у dior вообще скажем так это конечно тоже такие тени ну как на мой взгляд очень на любителя ну что и пара слов наверное в конце я надеюсь что мои вот эти вот плюсы минусы как-то помогут вам определиться возможно макияжи вам дадут понять как работают эти тени и какие-то сводчи я очень рада что купила эту палетку я однозначно ей буду пользоваться это однозначно то что поедет со мной в какую-нибудь поездку я ее вижу именно там нереально красивое исполнение действительно такой вот прямо хороший качественный люкс солидно все очень сделано меня это конечно очень манит привлекает красивый и необычный экземпляр для моей коллекции ну что вот таким вот получилось мое видео я очень надеюсь что я вам было интересно и как-то полезно пожалуйста оставляйте свои комментарии что вы думаете об этой палетке будете ли вы ее брать купил ли уже кто-то ее какие вообще ваши мнения по поводу всего что здесь было на этом хочу с вами попрощаться но обязательно вам желаю крепкого здоровья только самого хорошего настроения и красивых вам осенних дней я с вами не прощаюсь скоро увидимся всем пока